Иди конфетку. Спасибо. Все мы прекрасно знаем о хороших манерах, но большую часть благодарности выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. А ведь они имеют удивительные свойства. С помощью добрых слов люди дарят друг другу положительные эмоции. Я думаю, очень важно говорить слово благодарности людям, которые, например, тебе помогли в чем-то. И, ну, всегда, наверное, приятно говорить спасибо. Я часто говорю маме спасибо. Хотя бы за то, что я кушать приготовила, накормила. Как показала акция, многие люди в Канске угрюмые и не готовы принимать добрые слова и конфеты. Но все же некоторые, услышав спасибо просто так, начали улыбаться и отвечать взаимностью. Вот она магия добрых слов в деле. Положительные эмоции и как-то радостнее, и что кому-то что-то я сделала хорошее или пожелала хорошее. Ну, отлично. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Всего вам доброго. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога «thank you» также уходят гораздо глубже простой благодарности. «Спасибо», произнесенное практически на всех языках мира, имеет важное значение для культуры любого народа. Психологи утверждают, что слова благодарности – это устные поглаживания. Они способны подбодрить человека и согреть его. Главное, чтобы они были произнесены от чистого сердца. Говорят вам спасибо. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов. Телекомпания «Канск», Пятый канал. Продолжение следует...